Как вы думаете, обе стороны делают все, чтобы предотвратить новую войну? Почему вы так думаете? Ведь Россия стянула туда так много солдат. А вы говорите, что у России фактически нет интереса зайти в Украину. Что это даст России? Это однозначно. Об этом ведь Россия говорила множество раз. Что в интересы России уж точно не входит захват Украины. Россия только желает получить гарантии безопасности. И именно этого и хочет Россия. И чтобы этого добиться, Россия готова использовать и военные способы, если у России не останется никакого другого пути. Чего желает Россия? Так это, чтобы Украина не стала членом НАТО. Чтобы однажды американские войска и американские ракетные базы не находились в Украине. Чтобы вместе поговорить о том, как создать в Европе новый распорядок безопасности. И это был бы как раз правильный путь, чтобы этот конфликт как-то ослабить. И это же просто катастрофа, что у России больше не осталось никаких других путей, чем угрозой гарантировать свою безопасность. А кто вообще угрожает России? Кто угрожает России? Стоит только взглянуть на западную политику за последние 20 лет. Конечно, расширение НАТО до границ России было для нее провокацией. Конечно, установка ракетных баз в Польше и в Румынии была провокацией для России. И только посмотрите, сколько всяких договоров за последние годы Америка нарушила. Из всех этих договоров вышли США, а не Россия. Это также было провокацией. Ведь актуально, и это надо знать, что Америка на вооружение отдает 18 раз больше, чем Россия. И если на постоянной основе обращаться так со страной, с такой большой страной и страной, у которой есть самоуверенность, со страной, которая в военном плане очень сильна, если с этой страной так обращаться, то рано или поздно оказываешься именно там, где сейчас мы и оказались. Поэтому нельзя с такой страной, особенно с Россией, так обращаться. Так пренебрежительно, с таким унижением. А у нас ведь говорят, что все это чушь. Я еще раз повторюсь. США бы никогда не допустили, чтобы российские войска находились в 150 километров от Вашингтона. И чтобы российские военные базы находились в такой близости к Америке, чтобы российские ракеты за считанные минуты достигли Нью-Йорка, конечно, это ситуация, которая опасна для России. И сколько раз Россия говорила, хватит, мы этого не хотим. А теперь Путин сигнализировал, до сих пор и не дальше. Это означает военная эскалация, которая для нас всех просто дьявольски опасна. Поэтому нам очень быстро надо найти выход из этой ситуации. Конфронтации вы ничего не добьетесь. Наоборот, конфронтация по отношению к России как раз привела в эту ситуацию, в которой мы на данный момент находимся. Может быть, наконец-то пришло время принять и уважать то, что у России есть собственные интересы безопасности. Такие же законные интересы безопасности, как у Украины и у других стран. И что для Запада было бы лучше принять эти интересы с помощью переговоров, вместо того, чтобы их постоянно отвергать. И, к примеру, нейтральный статус для Украины. Это бы для всех было бы плюсом. Конечно, то, что сейчас происходит, это для жителей Украины, а особенно для жителей Донбасса, просто катастрофа. Это может превратиться и для всей Европы в катастрофу. И почему об этом нельзя вести переговоры? И еще кое-что. У нас всегда говорят, что каждая страна сама определяет, чего хочет. Но это же абсурд. Если бы хоть в одной стране, в Средней Америке, пришло в голову вступить в военный союз с Россией или Китаем, это бы привело к гигантскому бунту со стороны США. Но, с другой стороны, у России нет права иметь свои интересы безопасности. А теперь Россия потребовала от НАТО, от Запада убрать свои войска из Восточной и Центральной Европы. Это же, это же, это же ужас. И об этом даже дискутировать нельзя. Кто говорит, что об этом нельзя дискутировать? Невероятно. Какие у людей бывают фантазии? Мы должны быть рады, что Путин не такой человек, как его всегда у нас рисуют. У нас говорят, что Путин чокнутый националист, который ловит кайф от передвижения границ. Если бы он реально был таким человеком, тогда на самом деле у дипломатии не было бы ни единого шанса. Если бы он был таким, тогда бы Европа уже не была бы пригодна для жизни. В реальности все как раз по-другому. Путин расчетливый властный политик. Он всегда себя так вел. То есть так, что его можно понять. А вы из партии Меркель говорите, что Путин хочет передвинуть весь послевоенный распорядок. Но если я смотрю на карту, то за последние 30 лет не Россия расширила свою сферу влияния, а американцы расширяют, массивно расширяют. Каждая страна независимая. Тогда ведь еще под Горбачевым Советский Союз убрал свои войска из Европы. После того, как Запад им однозначно пообещал не расширяться. Только сейчас это снова подтвердили. Россия не вышла из Европы. Конечно, да. Советский Союз распался изнутри. И после образовались независимые государства. И НАТО. Это ведь защита для балтийских стран. Они их защищают от России. Вы же не можете настолько перекрутить историю. После Второй мировой советские солдаты находились также и в Германии. И после никто бы не смог их заставить убрать свои войска. Но они поступили именно так, что я лично считаю очень правильным поступком. Я ведь, как известно, не сторонник военных сценариев. Горбачев тогда убрал из Европы свои войска. И это нечто удивительное в истории, что страна, которую никто не победил в войне, убирает свои войска добровольно, без того, чтобы ее к этому кто-либо принудил. Американцы, к примеру, убирают свои войска только тогда, когда они проигрывают войну. Или когда они уже точно знают, что не выиграют в ней. А без этого США никогда не выходят из стран, где они уже находятся. Путин желает повернуть спять действия Горбачева. То есть Путин желает, чтобы войска России снова были в Германии? Это ведь полный абсурд. Путин просто хочет поставить знак «стоп», чтобы в будущем это не привело к тому, что и в Украине будут находиться войска и ракетные базы НАТО. И также желание Путина, и это правильно, чтобы ракетные базы в Европе были демонтированы. Путин должен знать, что реакция Запада будет решительной и жесткой. И мы все в этом пункте согласны. Это стало однозначно ясно на конференции по безопасности. Насколько мы все с этим согласны. Конечно, санкции значительно навредят России. Но они в особенности навредят и Германии, массивно навредят и Европе в целом. И мое мнение, что вся эта дискуссия на эту тему, она похожа на виртуальную реальность. Если бы Россия хотела бы захватить Украину, тогда у России давно уже были причины для этого. К примеру, что Украина прошлой осенью использовала военные дроны на Донбассе. Они же сами сняли это на видео и выставили эти видео. Так чей территорией, по вашему мнению, является Донбасс? Существуют минские договоренности, и Украина должна дать Донбассу автономию. А использование Украины там дрон – это однозначное нарушение. То есть у России есть право нападать? Поэтому это действие Украины уже было бы причиной. Также Зеленский в своей новогодней речи сказал, что украинские солдаты в этом году на Донбассе будут делать селфи в Донецке. Это ведь тоже говорит не о минских договоренностях. Украина ведь заявила, что желает отвоевать Донбасс в военном плане. И после всего этого Россия стянула туда свои войска. И в конце концов, мы, как европейцы, должны смотреть на наши интересы. Пожалуйста, дайте мне договорить. Наши интересы больше совпадают с интересами России, чем с интересами США. И, конечно, Путин реально не рассчитывает на то, что НАТО теперь уменьшится до уровня 1997 года. Путин ведь не мечтатель. Но демонтировать эти ракетные базы, которые, если из них выстрелить, могут привести к тому, что за короткое время эти ракеты будут в России. Что, в свою очередь, поднимает вероятность войны, даже если кто-то там что-то сделает нечаянно. Демонтировать. Это было бы в наших интересах. Отказаться от маневров с тысячами солдат на границе с Россией и также в Черном море, где тоже постоянно проводят маневры. Эти маневры угрожающие жесты. А когда Россия проводит маневры, у нас, говорит, Россия угрожает. А когда это делаем мы, то мы не угрожаем. Это же просто лицемерие. И также нам надо понять, что единственный, кто имеет в этом конфликте выгоду, так это только Америка. Для них этот конфликт просто супер, геополитический и экономический. Поэтому нам...